Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Сегодня нам предстоит мысленное восхождение на новую ступень лестницы блаженств, на высоту милосердия. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Обратим внимание на то, что заповедь эта сформулирована иначе, чем предыдущая. О милосердии говорится как в первой части фразы, где речь идет о тех, кто приобрел себе это качество, так и во второй части, где сказано о воздаянии милосердия. Тем, кто милостив, Господь обещает свою милость. Очевидно, что перед нами предостережение от двойного стандарта, то есть от такого душевного расположения, при котором мы бы ожидали себе милости от Бога, но не заботились бы о том, чтобы самим проявлять ее по отношению к другим. Сразу вспоминается евангельская притча о немилосердном дужнике, в которой именно то и происходит. При описании духовной высоты этой добродетели, святые не жалеют самых ярких красок и эпитетов. Преподобный Дорофей, опираясь на евангельские слова «Будьте милосердны, как Отец ваш милосердь», указывает на то, что милосердие более чем что-либо другое способно сделать человека подобным Богу. При этом палестинский подвижник, разумеется, не ограничивает милосердие одной лишь материальной помощью. Он говорит в качестве примера и об утешении слова, и о необходимости воздерживаться от пререканий с тем, кто впал в раздражение, называя это также делами милости. Преподобный Исаак Сирин упоминает о том, что милосердие дает человеку возможность увидеть в себе самом красоту образа Божия. И этому же святому принадлежит и самое, пожалуй, проникновенное из известных нам высказываний о милосердии. На вопрос, что такое сердце, милующее, преподобный Исаак отвечает, «Возгорение сердца о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о деванах и о всякой твари. Не может такой человек вынести какого-либо вреда или малой печали претерпеваемых тварь. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих им им вред, ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились. И о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая безмерной возбуждается в сердце его по уподоблению в этом Богу». Но и в телах милосердия мы не застрахованы от той опасности, которая всегда подстерегает нас при любом добром деле. От тщеславия. Чтобы уберечься от Него, необходимо помнить, что конечным источником всякого добра в нашем мире является Сам Господь, а отнюдь не человек, Он лишь распорядитель тех даров, которые получил от Бога. Конечно же, человек никогда не бывает в руках Божьих пассивным орудием, ему принадлежит свободный выбор, в силу которого только и может состояться то или иное доброе дело. Однако сам человек не должен преувеличивать свою значимость. Напротив, для него лучше стараться относить все то добро, которое удалось совершить за счет действия благодати Божьей. «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, говорит Господь через пророк Иеремию. Человеческое сердце, усвоившее себе добродетель и милосердие, погружено в благоухающий мир малого добра. Все в этом мире имеет значение, даже стакан холодной воды, поданной с искренней бескорыстной заботой. Самые ничтожные бытовые подробности нашей жизни, оказывается, можно наполнить подлинным смыслом и красотой, если только стараться сделать их сосудом любви и милосердия по отношению к другому человеку. А оценит он это или нет? Это не должно нас занимать. Главное, что это увидит и оценит кто-то другой, невидимый, но всегда стоящий рядом. Аминь. 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 Аминь.